Большой привет! И в сегодняшнем видео я хочу поделиться с вами, как я делаю себе такую прическу. За последнее время это была, по-моему, самая-самая запрашиваемая прическа. Ну и я, конечно, не смогла проигнорировать ваши запросы и решила показать вам, как она делается. На самом деле, делается она просто в два счета и плетение самой косы наипростецкой. Я думаю, даже первоклассник может с этим справиться. Ну а результат на лицо выглядит очень романтично, очень привлекательно по-весеннему, по-летнему. Красивый образ, поэтому, если вы заинтересовались, то поехали! Итак, я уже завила при помощи плойки большую часть моих волос. Эта плойка у меня имеет диаметр 25 мм. Вот здесь на макушке у меня остался кусочек, и я его сейчас с вами завью до конца. Как вы можете заметить, я уже сделала себе боковой пробор, то есть все волосы у меня будут падать на левую сторону. И волосы я завиваю от лица, то есть с левой стороны в эту сторону, с правой стороны те, что здесь были, в другую сторону. Я еще слегка взбрызгиваю эти пряди лаком для волос. И начинаю накручивать пряди. Ну и все, с накручиванием мы теперь закончили, и я еще сбрызгиваю пряди лаком для волос, для фиксации. Ну а теперь у нас начинается интересная часть, потому что мы приступаем к созданию самой прически. Я перекидываю все свои волосы на левую сторону. И здесь над ухом буду закалывать их заколкой. Можно еще немного выправить прядки, чтобы выглядело это все пообъемнее. То есть в этом случае заколка у нас не только как декоративный аксессуар, но еще и придерживает наши прядки. И в том видео я не закалывала сзади пряди на затылке, но в этот раз я это сделаю, потому что они то и дело у меня вылезали. И сзади я их заколю просто обыкновенными невидинками. В принципе тот, кто доволен уже таким вариантом прически, может оставить ее и так. На самом деле выглядит уже и сейчас очень элегантно и красиво, но мы все же дойдем до конца. И теперь мы начинаем плести так называемую косу. Но на самом деле это была не обыкновенная коса, это был жгут. Жгут не в его строгом понимании, а жгут, который переплетает прядки между собой. И многие из вас знают эту технику. Я вам сейчас еще раз это покажу. То есть я начинаю брать крупные пряди и перекручиваю как раз таки в ту сторону, в которую направлены завитки наших прядей. То есть вот так. А затем со следующей прядью я подхватываю еще одну прядку и перекручиваю ее опять между собой. Затем к этой прядке подхватываю висящие свободные пряди. То есть с каждым разом прядь у нас становится все толще и толще. Так. Слишком сильно не затягиваем, косичка должна получаться очень свободной и воздушной. А теперь просто фиксируем ее резиночкой. Можно ее еще раз взбрызнуть лаком, челку. И на этом прическа готова. Ну что, девчонки, я надеюсь, что вам понравилась эта прическа и вы захотите ее обязательно повторить. Вы могли сейчас сами убедиться, что делается она очень быстро и легко. И я думаю, даже те девочки, которые имеют от природы волнистые волосы, справятся с ней на ура, потому что им в принципе ничего закручивать-то и не нужно. А также само плетение очень легкое, и я думаю, с этим может справиться абсолютно каждый. Итак, на этом у меня теперь все. Всем большое спасибо за внимание. Всем пока!